Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Сергей Проходский. Как-то ранее в одном из видео я рассказывал, мы с вами говорили о том, как создавать посадки перед участком, какие использовать растения и, в принципе, как не забывать про территорию перед забором. Сегодня пойдем немного дальше и поговорим про то, как акцентировать вход на участок, подход к дому, зону перед основным фасадом. Фактически, визитную карточку нашего дома или участка. Я бы сказал даже, с учетом того, что каждый дом имеет свой характер, он должен чем-то запоминаться. Следует избегать какой-то моноликости, обыденности. Понятно, не надо перед каждым разным, не знаю, отдельно взятым домом высаживать что-то супер яркое, пестрое, чтобы это кидалось в глаза и выглядело очень вычурно. Но в то же время я сторонник того мнения, что у каждого дома, у своей архитектуры должен быть свой выразительный эффект, который будет у нас откладываться и который мы будем запоминать. Так как же создать вот эту визитную карточку входа на участок и в дом, и как сделать так, чтобы запомнилось? С моей точки зрения, у нас есть два пути работы. Первое, с учетом того, что архитектура здания, архитектура дома может быть очень разной, первое это сугубо такая дизайнерская работа именно с основным фасадом, внешним видом дома, перед стоящим забором и так далее. То есть здесь работа именно дизайнера. Можно самостоятельно листать каталоги, изучать информацию в интернете и подбирать отдельно взятые растения, как они будут смотреться на форме основного фасада дома. И здесь важно все. Общая форма габитус кроны, фактура, цветовая насыщенность, в принципе, какого они будут цвета, как они будут контрастировать или нюансно связаны с архитектурой. Работа такая очень специализированная. Не каждый, соответственно, это прочувствует, но многие, соответственно, готовы и могут этому учиться, когда будут пытаться представить одно или другое растение на фоне главного входа в дом или на фоне основного фасада. Здесь важна именно тщательность работы, продуманность и, естественно, такой тонкий художественный эстетический вкус. Но все-таки, если мы будем говорить более простым языком, как же сделать так, чтобы вход в дом выделялся? Можно даже сказать, как создать такой своеобразный вау-эффект, чтобы вы четко знали, как выглядит ваш дом, и он привлекал внимание. Его запоминали те, кто приходит к вам в гости, и даже мимо проходящие люди волей-неволей поворачивали голову и оценивающим взглядом где-то для себя отмечали, что сделано хорошо. Вот этот вау-эффект можно создать несколькими путями. Прежде всего, что следует отметить, что необходимо работать на основании контраста. Контраст может быть очень разным. Если у вас фасад дома является таким достаточно простым по фактуре или даже, может быть, невыразительным, к примеру, там отштукатурен и покрашены какие-то светлые цвета, первый из вариантов контраста и наиболее яркий сам по себе – это контраст по цвету. То есть, когда мы на фоне фасада дома высаживаем яркое, насыщенное растение. К примеру, не знаю, возьмем какую-нибудь скумпию с пурпурными красными листьями Royal Purple, которая на протяжении всего года будет выделяться на и светлом фасаде, и на фоне дерева, и на фоне зеленых растений, которые будут располагаться за ней. Яркий красный цвет, как правило, всегда выразительный и всегда привлекает внимание. Если эта скумпия, к тому же, еще будет цвести и в дальнейшем образовывать свои пышные вот эти вот облачка с семенами, то это то, что как раз-таки будет привлекать внимание. Можно использовать не скумпию, а, к примеру, какие-нибудь клёны, которые меняются, буквально взрываются осенью богатой колористикой, сменой цветов в различной гамме и привлекают к себе внимание. Так вот, первое, собственно говоря, о чем я и говорю, это как раз-таки контрастное сочетание, то есть растение с яркими листьями на фоне фасада дома и где-то при входе. Второе, это когда мы работаем на основании контраста по фактуре. Если у вас ровные стены, достаточно такие простые фасады, попробуйте на фоне такого дома или на фоне входа в дом посадить растение с крупной листвой, например, катальпу, бегну невидную. Или, к примеру, что-то похожее на пальму. Тот же суммах, который вызывает много споров, и кто-то готов его высекать на корню, а кто-то, наоборот, считает своеобразной пальмой на участке. То есть посадите то растение, которое будет именно выразительно по своей листве, крупной либо, наоборот, мелкой в сочетании, и будет выделяться относительно фактуры поверхностей забора, фасада и самого дома. Третье, само по себе явление контраста может достигаться и формой. И это, наверное, один из самых интересных вариантов создания такого четкого выразительного эффекта. И он очень часто используется, на самом деле, в озеленении, в ландшафтном дизайне. Это стрижка, а в частности топиарная стрижка. Представьте аккуратный вход в дом, симметричный, к примеру. Если вы с двух сторон этого дома посадите две вертикальные классические туи, это четко выделит и создаст направление входа в дом. Мы его будем запоминать. Если вы эти туи пострижете в виде спирали, то это добавит плюс, я не знаю, 100 баллов к оформлению и визитной карточке вашего дома. Если вы поработаете с формами и расположите какие-то стрижные конусы, кубики, живые изгороди, поиграете одновременно немного с цветами, то стрижка, как сам по себе очень самодостаточный элемент, привлечет много внимания. Конечно, здесь важно добиваться какого-то баланса. Важно помнить про то, что нельзя переборщить. И те формы, которые мы образуем благодаря топиарной стрижке, как они будут сочетаться с архитектурой дома, это как раз таки то, что будет создавать изюминку. Если вначале сложновато, можно попробовать нарисовать. Можно попробовать работать с простыми формами, как я уже говорил, с простыми конусами, кубами, шарами и так далее. Но стрижка сама по себе, особенно топиарная, как правило, это один из тех эффектов, которые всегда привлекают внимание. Попробуйте что-то из этих вариантов, и я уверен, что вход на участок и в дом может заиграть другими красками. Субтитры создавал DimaTorzok